Уже месяц, как в поликлиниках Апатитов и Кировской, тестируют электронную очередь. Масштабный проект осуществлен в рамках федеральной программы «Доброжелательная регистратура» и при финансовой поддержке компании «Фосагра». Теперь, чтобы взять номерок к любому врачу, не нужно вставать в 5 утра и выстаивать километровые очереди. Записаться на прием можно по телефону, через интернет или воспользоваться информационными киосками. Устройство покажет все имеющиеся номерки на текущую неделю и часть следующей. Пациенту остается только выбрать день и записаться на прием. Все очень быстро, все очень просто. Многие пациенты очень быстро начали этим пользоваться, даже не подходя к нам, и в принципе очень довольны. В 12 лет выходит администратор в зал. Все потихонечку подходит сюда, у нас 15, край 20 минут, у нас нет ни одного человека в регистратуре. Все записаны, все проходит чудесненько. У самих пациентов внедрение новых технологий вызывает смешанные чувства. Отзывы самые разные. Значительно удобно, во-первых, очередь видеть, когда происходит твоя. И когда занимаешь номерки, например, на других специалистов узких, то видишь, какие у тебя номерки есть, можешь за много удобно. Ничего удобного нет. Раньше я подходила, мне нужно просто спросить, слово сказать, где что. Берите талон. Этот талон я беру, жду, чтобы пройдет очередь, для того, чтобы спросить, в какой кабинет мне пройти. Что ж тут удобного-то? Неудобно. Одна из целей проекта – разгрузить регистратуру и упростить жизнь пациентов. Главные плюсы – сокращение времени ожидания в очередях. Возможность заранее планировать свои посещения к врачу. Например, чтобы выписать рецепт на льготные препараты, пройти осмотр или получить консультацию. Да, спрогнозировать, что заболеешь в тот или иной день невозможно, но экстренных пациентов врачи принимают в день обращения. Трудности, конечно, возникают, но все они преодолимы. Требуется лишь время и немного терпения. Мы сделали только первый шаг с этой электронной очереди. Только первый шаг. И шаг очень хороший. Действительно, я еще раз повторюсь, огромную работу и огромное спасибо ФосАгро за то, что нам наконец-то сделали вот это все. Ну, невозможно уйти из этой бумажной работы без хорошей сети, без хорошего оборудования, без хорошей скорости интернета. Сейчас, наконец-то, у нас все это появилось. Надо просто немного подождать. Еще раз повторюсь, в Мурманске внедряли эти информационные системы до 10 лет, чтобы они уже работали, так на них внимания не обращались, ничего менять не надо будет. Мы это сделаем намного быстрее. Первым этапом, который мы планировали внедрить и внедрили, это электронная очередь. Электронная очередь у нас работает и показывает все результаты. Дальнейшее развитие, которое мы сегодня обсуждали на совещании техническом, это лабораторная информационная система, которую мы планируем запускать уже со следующей недели. То есть, к этому у нас все готово. То есть, у нас готова вся инфраструктура, у нас готова вся техника. Сейчас специалисты компании решения нам готовят шаблоны для заполнения карточек, соответственно. Все это будет установлено у врачей и теперь эта система будет в комплексе работать у нас уже у всех врачей, у всех лабораторий, у всех клиниках. Модернизация работы Апатитско-Кировской и Центральной городской больниц на этом не закончена. На очереди переход на электронные медкарты пациентов, что исключит их потерю. Организация колл-центров, которые решат проблему дозвона до медучреждений. Запуск СМС-оповещания. Пациентам, взявшим номерок, напомнят о дне и времени приема. По оценке экспертов, в течение ближайших месяцев ситуация должна стабилизироваться. К новой системе необходимо привыкнуть и врачам, и пациентам.